— Какого бы рода наказание не ожидало его, я чувствовал, что он не может рассчитывать на сочувствие с моей стороны. Шерлок Холмс и Джонс сидели, положив на колени руки. Они казались серьезно заинтересованными. Но то же выражение отвращения отражалось на их лицах. — Должно быть, он заметил это, потому что в голосе и манерах его почувствовалось что-то вызывающее. — Без сомнения, все это было очень дурно, — сказал он. Хотел бы я знать, многие ли на моем месте отказались бы от части этого клада, если бы знали, что за это им грозит опасность быть зарезанными. Потом вопрос состоял в том, кому оставаться в живых, мне или ему, если он уже попал в крепость. Если бы он вышел оттуда, все дело выплыло бы на свет божий, и меня призвали бы к суду и, по всей вероятности, приговорили к расстрелу, потому что в то время люди не были очень снисходительны. — Продолжайте ваш рассказ, — коротко сказал Холмс. — Ну, мы внесли его в крепость, Абдулла, Акбар и я. И тяжел же он был, несмотря на небольшой рост. Магомед Синк остался сторожить дверь. Мы пронесли его к уже приготовленному месту. Оно было несколько в стороне, там, где извилистый коридор ведет к большой пустынной зале. Кирпичные стены, которые почти совсем обвалились. Земляной пол опустился в одном месте, образовав естественную могилу. Там мы и оставили купца Ахмеда, прикрыв его обвалившимися кирпичами. Покончив с этим, мы отправились назад к ящику. Он лежал там, где бросил его Ахмед при первом нападении. Ключ спускался на шелковом шнурке с ручки шкатулки. Мы открыли ящик, и свет фонаря упал на такое собрание драгоценностей, о котором я читал и мечтал, лишь когда был маленьким мальчиком в першоре. Блеск их ослеплял глаза. Налюбовавшись вдоволь, мы вынули их и переписали. Тут было сто сорок три бриллианта чистейшей воды, и между ними один, как кажется называемый, Великим Магометом, как говорят, второй по величине бриллиант на свете. Затем девяносто семь очень хороших изумрудов и сто семьдесят рубинов. Из них некоторые очень маленькие. Сорок карбункулов, двести десять сапфиров, шестьдесят один агат и большое количество берилов, ониксов, кошачьего глаза, бирюзы и других камней, названия которых я узнал только впоследствии. Кроме того, тут было около трехсот прекрасных жемчужин, из которых двенадцать украшали собой золотую диадему. Между прочим, этих жемчужин не оказалось в ящике, когда я снова нашел его. Пересчитав наши драгоценности, мы положили их обратно в ящик и отнесли к воротам, чтобы показать Сингу. Затем мы снова торжественно поклялись стоять друг за друга и хранить нашу тайну. Мы согласились спрятать нашу добычу в безопасное место, пока страна не успокоится, и затем разделить ее поровну. В настоящее время не стоило делить камни, так как появление у нас таких драгоценностей вызвало бы подозрение, а в крепости не было места, где мы могли бы держать их в тайне. Поэтому мы отнесли ящик в ту же залу, где мы спрятали тело, и там, под кирпичами в сохранившейся стене, мы проделали отверстие и положили туда наш клад. — Мы крепко запомнили это место, и на следующий день я начертил четыре плана для каждого из нас, а внизу поставил знаки четырех, так как мы поклялись, что всегда будем действовать один за другого, чтобы никто не имел преимущества. Эту клятву я сдержал, в чем могу поклясться, положа руку на сердце. — Мне нечего говорить вам, господа, чем кончилось индийское восстание. После того, как Вильсон взял Дели, а сэр Колин освободил Лукнау, дело было проиграно. Свежие войска пребывали постоянно, и Наносагиб бежал за границу. Летучий отряд под начальством полковника Гритхада явился в Агру и очистил город от мятежников. — Спокойствие, казалось, водворилось в стране, и мы четверо стали надеяться, что приближается время, когда нам можно будет безопасно уйти с нашей добычей. Но все наши надежды рассеялись в одно мгновение. Нас арестовали как убийц Ахмета. Вот как это случилось. Когда Раджа отдал свои драгоценности в руки Ахмета, он сделал это потому, что знал его как верного человека. Но восточные люди очень подозрительны. Поэтому что же сделал Раджа? Он взял другого, еще более верного слугу, и заставил его шпионить за первым. Второму слуге было приказано никогда не выпускать Ахмета из виду, и он следил за купцом как тень. И в ту ночь он пошел за ним и видел, как он вошел в ворота. Конечно, он подумал, что Ахмед нашел приют в крепости и сам попросился туда на следующий день, но не нашел и следа Ахмета. Это показалось таким странным слуге, что он рассказал одному из сержантов, а тот довел это до сведения коменданта. Быстро сделали обыск и нашли труп. Таким образом, как раз в то время, когда мы считали себя в безопасности, мы все четверо были схвачены и привлечены к суду за убийство. Трое из нас обвинялись потому, что стояли на часах у ворот, а четвертый — на том основании, что его видели в обществе убитого. На суде ничего не упоминалось о драгоценностях, потому что Раджа был свергнут и изгнан из Индии, так что о них некому было заботиться. Убийство же было очевидно, так же, как и то, что мы были причастны к нему. Трое сейков были приговорены к каторжным работам, а я к смерти. Но потом приговор был смягчен, и меня приговорили к такому же наказанию, как и товарищей. В странном мы очутились положении. Мы были прикованы цепями друг к другу. У нас было мало вероятности выбраться на свободу, а между тем каждый из нас обладал тайной, воспользовавшись которой мы могли бы жить во дворцах. Этого сознания было достаточно для того, чтобы грызть сердце человека, принужденного выносить пинки и побои всякого надсмотрщика, есть рис и пить воду, когда ему стоило протянуть руку, чтобы получить громадное состояние. Было отчего сойти с ума, но я всегда был очень упрям, и потому молчал и поджидал удобного времени. Наконец оно, казалось, наступило. Меня перевели из Агры в Мадрас, а оттуда на остров Блэр, один из андаманских островов. В этом поселке бывает мало белых ссыльных, а так как я с самого начала хорошо вел себя, то скоро очутился в несколько привилегированном положении. Мне дали хижину в Хоптауне, маленьком местечке на склоне горы Гарриет, и я часто оставался один. Это была печальная местность, грозившая лихорадками и кишевшая за нашими просеками, дикими туземцами-людоедами, всегда готовыми бросить ядовитую стрелу. Приходилось копать землю и заниматься другими работами, так что дела хватало на целый день. Но по вечерам у нас бывало немного свободного времени. Между прочим, я научился у хирурга составлять микстуры и несколько познакомился с его искусством. Все это время я искал удобного случая для бегства. Но место это лежит в тысячах миль от всякого другого, а ветры на море дуют или очень слабо, или их вовсе не бывает, так что выбраться оттуда очень трудно. Хирург доктор Сомертон был веселый молодой человек, спортсмен. Другие молодые офицеры собирались у него по вечерам и играли в карты. Комната, служившая аптекой, была рядом с гостиной доктора, куда выходило маленькое окно. Часто, чувствуя себя одиноким, я тушил лампу в комнате и, стоя там, слушал разговор офицеров и смотрел на их игру. Я сам люблю играть в карты и наблюдать за ними было почти так же приятно, как играть. Тут были майор Шольта, капитан Морстон и лейтенант Брумли Броун, командиры туземных войск, сам доктор и два или три тюремных надзирателя, опытные игроки, ведшие осторожную, хитрую игру. Славная была партия! Скоро меня поразила одна странность. Офицеры всегда проигрывали, а штатские выигрывали. Заметьте, я не говорю, что игра велась нечисто, но как-то постоянно случалось так. Эти тюремщики только и делали, что играли с тех пор, как поселились на Андаманских островах. И каждый из них отлично знал манеру игры другого, а офицеры играли только для того, чтобы убить время, и бросали карты, как попало. Вечер за вечером офицеры становились все беднее, и чем беднее они становились, тем более они играли. Хуже всех дела шли у майора Шольта. Сначала он расплачивался бумажками и золотом, а скоро стал давать векселя на большую сумму. Иногда он выигрывал немного, и это подбадривало его. А затем счастье снова упорнее прежнего отворачивалось от него. Целыми днями он ходил словно мрачная туча и стал пить более чем следовало. Однажды он проиграл больше обыкновенного. Я сидел в своей хижине, когда мимо нее, спотыкаясь, прошел майор Шольта с капитаном Морстоном по дороге к себе. Они были неразлучные друзья. Майор горячо говорил о своем проигрыше. — Все кончено, Морстон, — проговорил он в ту минуту, как они поравнялись с моей хижиной. — Мне придется подать в отставку. Я погибший человек. — Глупости, дружище, — ответил капитан, ударяя его по плечу. И у меня дела плохи, но... Вот все, что я слышал. Но эти слова заставили меня задуматься. Дня через два майор Шольта прогуливался по берегу. Я воспользовался случаем и подошел к нему. — Я хочу спросить вашего совета, майор, — сказал я. — Но что такое, Смоль, — проговорил он, вынимая изо ртотрубку. — Я хотел спросить вас, сэр, — сказал я, — кому собственно надлежит передать спрятанный клад? Я знаю, где находится добра на полмиллиона, и так как не могу сам воспользоваться им, то и подумал, что может быть лучше всего передать его надлежащим властям, тогда, может быть, мне смягчат наказание. Полмиллиона смоль, задыхаясь, проговорил он и пристально посмотрел на меня, как будто желая убедиться, не шучу ли я. — Да, сэр, в драгоценных камнях и жемчужинах. Они лежат так, что всякий может их взять. И самое это странное во всем этом, что настоящий владелец осужден на изгнание и не имеет прав на имущество, так что оно принадлежит первому встречному. — Правительству, смоль, пробормотал он, правительству. Но он сказал эти слова, заикаясь, и я понял, что поймал его. — Так вы думаете, сэр, что я должен уведомить главного губернатора? — спокойно спросил я. — Ну-ну, не делайте ничего необдуманного, а то придется раскаяться. Я выслушаю вас, смоль, сообщите мне все факты. Я рассказал ему всю историю, только немного изменив ее, чтобы он не мог найти место, где зарыт клад. Когда я окончил свой рассказ, он остановился, как вкопанный, и задумался. По судороге, сводившей его губы, я видел, что в нем происходит сильная борьба. — Это очень важное дело, смоль, — наконец проговорил он. — Никому не говорите ни слова, а скоро я снова повидаюсь с вами. Через два дня он пришел ко мне в глухую ночь со своим другом, капитаном Морстоном. Я хочу, чтобы капитан Морстон выслушал эту историю от вас самих, Смоль, сказал он. Я повторил сказанное мной раньше. — Как кажется, правда, а, сказал майор, можно начать дело. Капитан Морстон утвердительно кивнул головой. — Слушайте, Смоль, сказал майор. Мы с приятелем переговорили и пришли к заключению, что ваша тайна вряд ли касается правительства, а скорее ваше личное дело. Которым вы, конечно, можете распорядиться, как считаете нужным. Ну, теперь вопрос. Какую цену просите вы за нее? Мы могли бы принять участие в этом деле, или, по крайней мере, ознакомиться с ним, если бы нам удалось сговориться. Он пытался говорить хладнокровным, беспечным тоном, но глаза его горели от волнения и алчности. Ну, что касается этого, господа, отвечал я, также стараясь прикинуться хладнокровным, но, чувствуя себя сильно взволнованным, человек в моем положении может предложить только одно условие. Я хочу, чтобы вы помогли освободиться мне и моим трем товарищам. Тогда мы возьмем вас в компаньоны и дадим вам пятую часть, которую вы и разделите между собой. — М-м-м, сказал он, пятую часть. Это не очень соблазнительно. — Придется по пятидесяти тысяч на каждого, сказал я. Но как вам освободиться? Вы знаете, что просите невозможного. — Нисколько, ответил я. Я обдумал все до мельчайших подробностей. — Единственное препятствие состоит в том, что у нас нет лодки для путешествия и провизии на долгое время. В Калькутте или Мадрасе множество маленьких яхт и яликов. Привезите оттуда лодку. Мы сядем на нее ночью, и если вы высадите нас где-нибудь на берегу Индии, вы выполните свою часть условия. — Если бы вы были один, сказал он. — Никто или все, ответил я. — Мы поклялись в этом. Все четверо должны действовать заодно. — Видите, Морстон, сказал майор, — Смоль человек, умеющий держать слово. Он не покидает своих друзей. Я думаю, мы можем поверить ему. — Это грязное дело, ответил капитан. но, как вы говорите, эти деньги помогут нам избежать отставки. — Ну, Смоль, сказал майор, я думаю, мы можем попробовать принять ваши условия. Сначала, конечно, нужно убедиться в истине рассказанной вами истории. Скажите мне, где спрятан ящик? Я возьму отпуск и поеду в Индию на лодке, которая каждый месяц отправляется за сменой и разузнаю все дело. — Не так скоро, сказал я, становясь холоднее по мере того, как он распалялся. — Я должен получить согласие моих товарищей. Говорю вам, что у нас четверых все за одно. — Глупости, крикнул он, что за дело трем черным до нашего договора? — Черные или синие, сказал я, я с ними, и мы все за одно. Ну, дело окончилось вторым свиданием, на котором присутствовали Магомед Синг, Абдулла Хан и Дост Акбар. Мы переговорили обо всем и, наконец, пришли к соглашению. Мы должны были дать офицерам план известной части крепости Агры и отметить место в стене, где был скрыт клад. Майор Шольта должен был поехать в Индию, чтобы убедиться в правдивости нашей истории. Если бы он нашел ящик, то должен был оставить его на месте и выслать маленькую яхту и провизии для путешествия к острову Рутленд, куда мы пробрались бы, а затем вернуться на службу. Затем попросит отпуск капитан Морстон, встретит нас в Агре, и там мы произведем окончательный раздел драгоценностей, причем он возьмет и долю приходящуюся майору. Все это было закреплено самыми торжественными клятвами. Я просидел целую ночь за бумагой и чернилами, и к утру у меня были готовы два плана, подписанные знаком четырех, то есть Абдуллой, Акбаром, Магометом и мною. Ну, господа, я надоел вам с моей длинной историей, и знаю, что мой приятель мистер Джонс жаждет упрятать меня за решетку, буду краток, насколько возможно. Негодяй Шольта уехал в Индию и не возвратился оттуда. Капитан Морстон показал мне вскоре его фамилию в списке пассажиров одного из почтовых пароходов. У него умер дядя, оставивший ему состояние, и он вышел в отставку. Несмотря на это, он не побрезговал так обойтись с нами пятерыми. Морстон вскоре после того отправился в Агру, и, как мы и ожидали, увидел, что клад исчез. Подлец украл все, не выполнив ни одного из условий, ради которых мы открыли ему нашу тайну. С этого дня я жил только для мщения. Месть стала моей всепоглощающей страстью. Я не думал ни о законе, ни о виселице. Бежать, напасть на след Шольта, схватить его за горло, было моей единственной мыслью. Даже клад потерял для меня свое значение перед желанием убить Шольта. Много я принимал решений в жизни, и не было ни одного, которого бы я не исполнил, но прошло много томительных лет, пока мне удалось исполнить это решение. Я уже говорил вам, что приобрел некоторые познания в медицине. Однажды, когда доктор Сомертон лежал в лихорадке, группа каторжников подняла в лесу маленького обитателя Андаманских островов. Он был при смерти и забрался в уединенное место, чтобы умереть там. Я стал ухаживать за ним, хотя он походил на ядовитую змею, и через два месяца вылечил его настолько, что он стал ходить. Он привязался ко мне и не хотел уйти в свои леса, а постоянно бродил вокруг моей хижины. Я выучился от него немного его наречию, и это еще более привязало его ко мне. Тонга, так его звали, хорошо умел править лодкой, и у него была своя собственная большая пирога. Когда я заметил, что он готов на все, чтобы услужить мне, я подумал о возможности бегства и переговорил с ним. Он должен был привезти свою лодку к старой пристани, где не было часовых, и там взять меня. Я приказал ему взять несколько фляжек с водой, большое количество кокосовых орехов и бермудского картофеля. Он был храбр и верен, маленький Тонга. Никогда у человека не было более верного товарища. В назначенную ночь лодка его стояло у пристани. Но как раз там оказался один из тюремщиков, дряной человек, никогда не пропускавший случая унизить и выругать меня. Я давно поклялся отомстить ему, и теперь мне представился случай исполнить свою клятву. Судьба как будто нарочно поставила его на моем пути, чтобы я мог уплатить свой долг до отъезда. Он стоял на берегу спиной ко мне, с карабином на плече. Я оглянулся, нет ли камня, чтобы разможить ему голову. Но камня не было. Тогда мне пришла в голову странная мысль. Я нашел удивительное оружие. Я присел в темноте и отвязал свою деревянную ногу. В три скачка я очутился около него. Я прицелился, но я ударил его изо всех сил деревяшкой и снес всю переднюю часть черепа. Вы можете видеть трещину в дереве в том месте, которым я ударил его. Мы оба свалились на землю, так как я не мог удержать равновесие, но когда я поднялся, он лежал совершенно спокойно. Я направился к лодке и через час мы были уже далеко в море. Тонго привез с собой все свое имущество, оружие и богов. Между прочим, у него было и несколько андаманских циновок из кокоса, из которых я устроил нечто вроде паруса. Десять дней мы носились по морю, надеясь на счастье, а на одиннадцатой нас взял купеческий корабль, шедший из Сингапура в Думда с малайскими пилигримами. Странная это была толпа. Тонго и я устроились между ними. У этих людей было одно очень хорошее качество. Они оставили нас в покое и ни о чем не расспрашивали. Если бы я стал вам рассказывать все наши приключения, вы не поблагодарили бы меня, так как я задержал бы вас до восхода солнца. Мы скитались по всему свету, но постоянно что-нибудь мешало нам попасть в Лондон, однако все это время я не забывал моей цели. по ночам по ночам видел Шольта. Сто раз я убивал его во сне. Наконец, года три или четыре тому назад мы очутились в Англии. Мне было нетрудно узнать место жительства Шольта, и тогда я стал узнавать, реализовал ли он свой клад или он все еще у него. Я познакомился с одним человеком, который мог помочь мне, не называю имен, потому что не хочу никого подводить, и скоро узнал, что драгоценности находятся еще у майора. Потом я много раз пробовал пробраться к нему, но он был очень хитер и держал при себе всегда двух борцов, кроме сыновей и телохранителя. Но однажды я получил известие, что он умирает. Я поспешил в сад при его доме вне себя от бешенства, что он уходит из моих рук. И заглянув в окно, увидел его в постели, по краям которой стояли оба его сына. Я пробрался бы туда и сумел бы управиться со всеми тремя, но сразу заметил, как у него вдруг отвисла челюсть и понял, что он умер. Ночью я все-таки забрался в его комнату и перерыл бумаги в надежде найти указание о месте, где он спрятал свои сокровища. Однако об этом не оказалось ни строчки, и я ушел страшно огорченным и взбешенным. Прежде чем покинуть комнату, я вспомнил, что если когда-либо мне придется встретиться с моими друзьями сейками, им будет приятно узнать, что я ставил знак нашего мщения, поэтому я нацарапал знак четырех в том виде, каким он был на плане, и приколол его к груди мертвеца. Было бы уж слишком, если бы его опустили в могилу без какого-нибудь знака от людей, которых он обобрал и провел. Все это время мы добывали себе пропитание, показывая бедного тонгу на ярмарках и подобного рода местах, как черного каннибала. Он ел сырое мясо и танцевал военный танец, и к концу вечера у нас набиралась целая шляпа медных монет. Я получал все новости из Панджошери, но несколько лет ничего не было слышно, за исключением того, что там продолжают искать клад. Наконец, произошло давно ожидаемое нами событие. Нашли клад. Он оказался на чердаке дома, где была химическая лаборатория мистера Бартоломея Шольта. Я сейчас же явился туда, чтобы взглянуть на место, но не знал, как взобраться с моей деревяшкой на крышу. Однако я узнал, что в крыше есть подъемная дверь. Узнал также и час ужина мистера Шольта. Мне казалось, что Тонго легко может справиться с этим делом. Я привел его с собой и обвязал его длинной веревкой вокруг пояса. Тонго умел лазать как кошка и скоро спустился с крыши в комнату, но на свое несчастье Бартоломей Шольта был еще там. Тонго думал, что убив его, он поступит чрезвычайно умно. И потому, когда я поднялся вверх по веревке, то нашел его гордо расхаживающим как павлин. Он очень удивился, когда я ударил его концом веревки и проклял его, назвав кровожадным чертенком. Я взял ящик с драгоценностями и спустил его вниз, а затем и сам спустился на землю, оставив на столе знак четырех, чтобы показать, что клад достался наконец тем, кому он принадлежит по праву. Тонго тогда втянул вверх веревку, запер окно и ушел тем же путем, каким пришел. Мне кажется, нечего больше рассказывать вам. Я слышал, как один лодочник говорил о быстроте хода Баркаса Смита Аврора и подумал, что он пригодится нам для бегства, я сговорился со стариком Смитом и должен был дать ему хорошую плату в случае, если он в целости доставит нас на корабль. Он без сомнения догадывался, что дело нечистое, но не знал нашей тайны. Все это чистая правда, и говорю ее вам, господа, не для того, чтобы позабавить вас, ведь нельзя сказать, чтобы вы оказали мне хорошую услугу, но потому, что считаю, что лучшей защитой для меня будет, если я ничего не скрою. Пусть весь свет знает, как дурно поступил со мной майор Шольта, и пусть знает, что я не повинен в смерти его сына. — Замечательный рассказ, сказал Шерлок Холмс. — Подходящее окончание чрезвычайно интересного дела. В последней части вашего рассказа нет ничего нового для меня, за исключением того, что вы принесли веревку. Этого я не знал. Между прочим, я надеялся, что Тонго потерял свои стрелы. Однако он бросил одну в нас, когда мы были на баркасе. — Он потерял их все, сэр, за исключением одной, которая была у него в той трубке, из которой он ими стрелял. — Ах, конечно, сказал Холмс. Я и не подумал об этом. — Хотите ли вы задать мне еще вопросы? — любезно осведомился каторжник. — Кажется, нет. Благодарю вас, ответил мой приятель. — Ну, Холмс, сказал Этальни Джонс, вы человек, которого следует ублажать, и все мы знаем, что вы знаток преступлений, но долг остается долгом, и я зашел несколько дальше, исполнив желание вашего друга. Я буду чувствовать себя спокойно, когда наш рассказчик будет под замком. Кэп все еще ожидает нас внизу, а также и два инспектора. Очень обязан вам обоим за помощь. Спокойной ночи! Спокойной ночи, господа, сказал Джонатан Смоль. Вот и конец нашей маленькой драмы, заметил я после короткого молчания, во время которого мы продолжали курить наши трубки. Боюсь, что это мой последний опыт изучения вашего метода. Мисс Морстон сделала мне честь принять меня как будущего своего супруга. Холмс испустил печальный вздох. — Я боялся этого, сказал он. — Право, не могу поздравить вас. — Есть у вас причина быть разочарованным моим выбором? — спросил я, несколько обиженный этим. — Ровно никакой. Я нахожу ее одной из самых очаровательных барышень, каких я когда-либо встречал. Но любовь, чувство, а всякое чувство противоположно чистому холодному рассудку, который я ставлю выше всего на свете. Я сам никогда бы не женился, чтобы не затемнить рассудка. Надеюсь, что мой рассудок переживет это испытание, со смехом ответил я. Но у вас утомленный вид. Да, реакция уже началась. Я буду настоящей тряпкой, по крайней мере неделю. Странно, сказал я, как периоды того, что я назвал бы ленностью в другом человеке, чередуются у вас припадками блестящей энергии и силы. Да, ответил он, во мне есть все задатки бродяги и в то же время доброго малого. Я часто думаю о словах старика Гетте. Жаль, что природа сотворила из тебя только одного человека. Материала хватило бы и на достойного человека, и на мошенника. Кстати, по поводу этого норвудского дела, видите, вышло, как я предполагал. В доме был сообщник, никто иной, как дворецкий Лаль-Рао, так что Джонс может похвалиться, что один поймал в сети большую рыбу. Как однако несправедливо для вас окончилось дело, заметил я. Я приобрел себе жену. Джонс почет. Скажите, что же остается вам? Я получил удовольствие. распутывая столь удивительное и необычное преступление, сказал Шерлок Холмс, протягивая длинную белую руку к своей знаменитой трубке. шерлок и необычное длинную трубку. Продолжение следует...